Если утро в начале эфира, я вижу, что к нам в гости приходит Сергей Несмачный, я не завтракаю, потому что знаю, что будет вкусно в эфире, и знаю, что вы сможете рецепты повторить. Шеф-повар у нас в гостях сегодня. Доброе утро. Доброе утро. Ну и, конечно, мы не могли не приготовить это. Это есть у каждого. Или вам подарят, или вы вырастили сами, или вы купили у бабушки на каком-то стихийном рынке. Тыква и салат из тыквы сегодня в нашем эфире. Тыква у нас термически обработанная будет или сырая? Да, термически обработанная. Ты правильно сказала, что лучше покупать, конечно, тыкву у бабушки. Местная тыква. Очень крутая, очень вкусная, очень насыщенная. Чтобы нам приготовить, я уже приготовил ее дома, потому что это занимает достаточно 30-40 минут. Нам ее нужно будет почистить от семечек, от кожуры тыкву саму. Это самый обычный, время-емкий процесс. Да, самый время-емкий процесс. Посолить, смазать. Можно подсолнечным маслом, можно оливковым. Можно добавить даже чуть-чуть сливочного масла, обернуть в фольгу и убрать в духовку. Уже порезанную на кусочках? Нет, можно не резать. Телеком. Да, половинку, грубо говоря, либо порезать на четверть, если тыква супер какая-то огромная. Вот. Убрать в духовку. 180-190 градусов, порядка 30-40 минут. И тыква готова. Все просто, все понятно. И она становится вот такой. Да, и она становится вот такой. Дальше мы ее уже режем на нужные нам кусочки. Она очень похожа то ли на манго, то ли на чеддер. Да, потому что это тыква местная, она отличается яркостью цвета, вкусом, насыщенностью. Есть еще тыквы бутерат, они такие грушевидные. Их лучше не брать, потому что они очень крахмалистые, очень-очень много крахмала. Если на салат еще она более или менее подойдет, то на суп, если мы будем готовить суп, то она не подойдет, потому что суп будет очень крахмалистый. Ну, ее для украшения берите дома, осеннюю композицию сделайте, все. И все. И нам для салата понадобится любой микс, который вам нравится, который вы любите. Есть какие-то салаты, которые не миксуются с тыквой? Ну, вот руккола с тыквой вроде дружат, шпинат дружит. Да, дружит все. С тыквой, тыква это овощ, а как чаще всего любой овощ дружится и будем овощем. Вот. Здесь у нас микс салата, здесь я взял микрозелень, там проростки редиса, чуть-чуть шпината и всяких разных... Потому что витаминная бомба. Да, витаминная бомба. Добавляем, собственно, нашу... нашу тыковку. Как нам заблагорассудится. Тыквы, конечно, салат с тыквой, поэтому тыквы должно быть побольше. Как это ярко, как-то по-сеннему вот это сочетание зелени и тыквы. Да, мы еще это немножечко перемешаем чуть попозже. Тыква очень хорошо дружит с вяльными томатами. Я вот вообще не знаю продукта, может, потому что я слишком, очень, очень сильно, слишком сильно люблю вяльные томаты, но я не знаю продукта, с которым они не дружат. Они идут ко всему. Опять же, это история о том, что это овощи, а овощи дружат с овощами. Вы знаете, я вам раскрою сейчас закадровый секрет. Все ведущие, которых вы видите в кадре, у них у всех в ухе есть вот такой наушник. И там сидят ребята наши, вся редакция, главный там режиссер. И вот сейчас вся редакция говорит, Кать, я тоже хочу салатик, ты сильно много не ешь. Я тут в кадре. Добавим сырную составляющую. У нас будет сыр Дорблю. Он придаст пикантности, легкой остринке. Я вот не очень близко воспринимаю людей, которые не любят сыр Дорблю. Вообще сыр из плесени. Это же такое классное сочетание. Да. И если кто-то сильно не любит прям вот откровенную плесень, допустим Дорблю или там Грагонзола, да, которую сейчас не достать, то можно взять сыр Бри. Будет достаточно неплохо. Чтобы вы понимали мою любовь к этому сыру, два моих последних ужина, это либо Грагонзола с грушей, карамелизированной салатом тоже, либо дыня тоже с сыром с плесенью. Это очень вкусно. Да, в качестве заправки можно взять оливковое масло, но я приготовил Цитранет, это соус на основе оливкового масла, лимонного сока и сахара. А какие пропорции? Я вот просто обожаю ресторанные салаты, потому что заправки, они всегда какие-то космические, но не умею их повторять, хотя вроде бы неплохо. На литр где-то, на литр масла вам понадобится порядка где-то может быть 200-150 граммов сахарной пудры, лучше взять сахарную пудру, потому что она растворится лучше, и граммов 30-40 лимонного масла, лимонного масла, лимонного сока. Это мы просто все перемешиваем до однородной консистенции. Даже температуру никакую не добавляем? Нет, никакой температуры, нет, ничего, ничего. Все, мы это с вами вот так вот сдабриваем, поливаем. Это будет сильно вкуснее, чем просто маслом заправить. Конечно. Можем перемешать, можем поставить. Вы запомнили, как это было красиво в момент подачи, когда все кусочки, каждый на своем месте, а еще сверху какие-нибудь семечки? Да, сверху у нас будут тыквенные семечки. О, я угадала. Все верно. Как это тыква без тыквенных семечек? Ну да, тоже, что это я. И мы добавим пекорина. Это козий сыр. Он тоже даст некой свежести. Помните вот эту знаменитую сцену из «Девчат», когда она перечисляла главной героине блюдо из картошки? Вот по сути с тыквой же тоже можно делать то же самое, но когда тыква появляется в доме, ты делаешь суп. Почему так происходит? Давайте накидаем идеи. Да, это самое простое. Да можно приготовить хумус, можно приготовить оладьи, можно приготовить ньокки, можно приготовить равиоли, можно приготовить салат, суп. Вообще... Пирог. Пирог из тыквы, десерты из тыквы, можно тарт сделать с тыквой. Вы понимаете, мы сейчас решили судьбу вашей тыквы. И, собственно, твои любимые семечки, которые дадут нам текстуры, дадут хруста и дадут... Это же прекрасно. И на самом деле этот салат, он еще и полезен по всем своим составляющим, по соотношению калорий, белков, жиров, углеводов, витамины. Витамины вообще это прям... А есть какие-то сытные салаты с тыквой? Что добавляют из сытного? Можно добавить бекон, можно добавить мясо со свининой тыквой, очень хорошо сочетается. Так что даже если у вас в семье есть тот, кто говорит, да я твои зелени не наемся, наестся. Сочетание, правда, очень классное. Классно играет сверху потертый сыр, с самой горгонзолой, с вялеными томатами. Ребята, идите работать в кадре, тогда будете есть. Спасибо большое за этот рецепт, повторяйте у себя дома на кухне. Присылайте нам, что у вас получилось. Ну, я надеюсь, вдохновение на новые тыквенные подвиги мы вам тоже подарили. Рецепт смотрите под видео.